Месяц назад на отчетном собрании о работе территориального управления «Удельная» за 2020 год местные жители выступили с обращением, озвучив ряд претензий по работе Ильинской управляющей компании. К решению вопроса подключились куратор ЦУР Раменского городского округа в правительстве Московской области Роман Терешков и глава округа Виктор Неволин. Ильинская управляющая компания на устранение недочетов и налаживание взаимодействия с жителями домов поселка «Удельная» отвели один месяц. По истечению этого срока 2 апреля в администрации территориального управления «Удельная» прошла трехсторонняя встреча, на которой обсудили результаты проделанной работы по устранению заявленных недочетов. Нам нравится, как реагирует на сегодня территориальное управление администрации округа. Те два совещания, которые были и действительно были внутри, в очень хорошем представлении управляющих компаний. И между нами, жителями, принято такое решение, что мы в своих планах, требованиях и претензиях к управляющей компании даем им срок исполнения до 1 сентября 2021 года. Провели ряд совещаний и встреч, в том числе и с управляющей компанией. Сейчас диалог налажен, разработан план работ до 1 сентября. И будем раз в месяц проверять исполнение тех задач, которые на себя взяла управляющая компания. Будем уже принимать окончательное решение, будет ли работать эта управляющая компания, или жители выберут другую компанию на управление своих квартирных домов. Пользуясь случаем, жители поселка «Удельная» озвучили ряд вопросов по безопасности на железнодорожных путях, выдвинув ряд предложений по улучшению транспортной инфраструктуры территориального управления «Удельная». По мнению местных жителей, необходимо строительство подземных переходов у платформы «Удельная» и «Быковского переезда». Взяли время на проработку, чтобы ответить жителям, когда это произойдет, чтобы у каждого было понимание, на что можно рассчитывать. Договорились запросить у российских железных дорог их план на производство работ, для того, чтобы понимать, когда будут выполнены те задачи, которые перед нами ставят жители. Количество смертей достаточно большое. У нас 21 человек погиб за это все за прошлый год на железной дороге. Поэтому наша задача такие тропы ликвидировать, а безопасность, конечно, самое безопасное – это подземный переход. Надземный тоже, но людям пожилого возраста, если в подземном переходе исключены скользкие практически ступеньки, то на надземном переходе их гораздо больше, чтобы подняться. И они не всегда чистятся, когда снег идет, скользко, тяжело идти. Поэтому, конечно, самое оптимальное решение – это подземный переход, который снимет все вопросы. Отдельное внимание уделили вопросам благоустройства и развития спортивной инфраструктуры территориального управления «Удельное». В частности, жителей беспокоит судьба стадиона, расположенного на территории соседствующего поселка Быково. Объект приватизирован и находится в частных владениях. Собственник его хочет продать, объявляет стоимость свыше 150 миллионов. Объект находится в крайне неудовлетворительном состоянии, он подлежит сносу, потому что он не эксплуатировался. Это еще порядка 30 миллионов. Ну и, конечно же, 180-190 миллионов – это стоимость строительства альтернативного объекта спорта, который будет новой, современной, удовлетворяющей всем современным требованиям. Мы, конечно, сейчас договорились о том, что, может быть, подберем тоже альтернативный земельный участок, где можно разместить физкультуру, здравительный комплекс, или это плоскостное сооружение будет, и уже в какой-то ближайшей перспективе рассмотреть возможность включения данного объекта в государственную программу «Спорт Подмосковья». Все озвученные в ходе встречи вопросы поставлены на личный контроль Романа Черешкова и Виктора Неволина. В завершение собрания глава округа поблагодарил жителей поселка Удельное за конструктивный диалог. Марина Миткевич, Антон Карташов для программы «Городские вести». Продолжение следует...